Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как заполнить внесок на карту поляка. Внесок это анкета, которую необходимо заполнить, идя на собеседование к консулу. Итак, давайте приступим. Первым делом заполняем цель складания внеску. Пшизнание карты поляка, это если вы идете первый раз. Пшедвижение важности карты поляка, это если закончилось и вы продлеваете срок. Выдание дубликата карты поляка, смена данных после дождя карты поляка, это если вы сменили фамилию для замуженных. Заполняем данные, как у нас в паспорте, латиницей. Назвиска сгодна с документом Тожмощи. В моем случае это фамилия Вовк, имя сгодна с документом Тожмощи Павел. Есть еще такой момент, как внескуе о записании в языку польским имени и назвиска на карте поляка. Допустим, в Брестском консульстве здесь не требуют и приветствуют заполнение внеска без этой галочки. Дата уродзения, ставим свою дату рождения, день, месяц и год, ваш пол, кобета, если вы женщина, меньшизна, если мужчина. Месяца уродзения, пишем место вашего рождения, населенный пункт. В моем случае Барановичи, это Барановичи. Обывательство, гражданство, белорусские, народовощь, польска. То есть гражданство белорусское, национальность польская и только польская, если вы хотите получить карту поляка. В пункте Б адрес замешкания. Если вы живете в Минске, то 10-12 пункт пропускаете. В моем случае я живу в Барановичах, поэтому в 10-м пункте пишем обвуд, то есть область. В 12-м пункте Бжески, то есть Брестская область. Код поставы, это индекс домашний. 13-й пункт, месяц овощ, в моем случае Барановичи. Улица, 15-й пункт, номер дома и номер локалу, заполняйте номер дома. Если через дробь, то в отдельной клеточке ставится дробь. Панство Белорусс. Раздел С. Назва документа в 17-м пункте пишем по какому документу. То есть паспорт, серия и номер документа, дата выдания в 19-м пункте и дата важности документа в 20-м пункте, то есть дата, по которой число действует ваш паспорт. Раздел Д заполняется на основании того, по ком вы идете и подаетесь на карту поляка. В моем случае это бабочка, бабушка. 21-й пункт, назвиска имена, пишем фамилию, имя, по ком вы подаетесь. Обывательство Белорусске, народовость Польска. 25-й и 26-й пункт заполняется только для малолетних детей. Подраздел Д друга особо, это если вы заполняетесь по двум людям. Это, допустим, прабабча и прадедок, прабабушка и прадедушка. Тогда пишем фамилию, имя второго человека. Раздел Е. Засвечение организации польской Люб Полоней. Здесь понимается, что если вы участвовали в польской организации, хор, какой-то союз, театр, в пункте 33, до внеску завочено засвечение. То есть прилагаете какие-то документы. Я не прилагал никакие документы, поэтому ставлю галочку «Не». Посвящение знаймощи языка польского. В пункте 34 это если вы прилагаете какие-то документы о том, что вы знаете язык польский, учились в Польше. В моем случае это не так, поэтому ставлю «Не». В пункте Г. Освящение особы с кладуенцей внесок вы подтверждаете, что не имеете польского гражданства, и карта поляка это подтверждение вашей национальности, а не гражданства, и что вы и ваши родственники не были переселены с территории Польши с 1944 по 1957 года. Когда распечатываем внесок, от руки зачеркиваем, если на ребенка делаем, то зачеркиваем «Не посядам». Если на взрослого старше 18 лет, зачеркиваем «Малолетний не посяда». Раздел «Х». Подпись особы с кладуенцей внесок в общезнание карты поляка. Вместе на фотографии клеим свою фотокарточку. 3,5 на 4,5 как на визу, но не старше полугода. Месяца и дата в пункте 35 ставим, в моем случае это Брест, Бжещ, и дату собеседования у консула. В пункте 36 ставим свою роспись, как в паспорте, но нельзя касаться черной рамки. Не выкрашать позарамки, то есть нельзя касаться рамки. И эта подпись будет отображена у вас, как и фото на вашей карте поляка. В разделе «И» в пунктах 37 и 38 расписываются родители несовершеннолетнего ребенка, если делают карту поляка на ребенка. Пункт 39 и 40 пишет консул свои уваги. Как видите, в заполнении внеска нет ничего сложного, главное внимательность, но на всякий случай рекомендую взять пару-тройку распечатанных пустых незаполненных внесков, на всякий случай, мало ли что. Все вопросы по сдаче на карту поляка в городе Брест можете писать в комментариях. Постараемся снять отдельное видео, какие вопросы задавали, на что следует обратить внимание. Подписывайтесь, оставайтесь с нами, ставьте палец вверх, если вам понравилось видео. И всем пока!